А в Минске в скором времени появится мини-обсерватория. Это позволит сделать телескопы доступными для всех желающих. Идея принадлежит дирекции столичного планетария. На экскурсии по ночному небу побывал наш корреспондент Евгений Пустовой. Здесь можно запросто дотянуться до ночных небес. Из этого зала до туманности Андромеды всего 10 метров. Никакого волшебства, а лишь возможности техники. В планетарии сходятся звезды, романтика и точные науки. Всегда люди интересуются космосом, всегда любуются звездным небом. И сейчас век, не только компьютерный век, но и космических технологий. Много новостей, научных новостей, которые, может быть, не все успевают отследить. Но в планетарии можно популярным языком обо всем узнать. В Беларуси есть несколько планетариев. Большинство из них вузовские. А лишь этот в детском парке Горького уже 50 лет открыт для публики. За это время интерес к звездам у белорусов не угас. Сюда приходят целыми компаниями. Это что-то невероятное. Это лучший кинотеатр и лучший 3D-эффект, который я вообще видела в жизни. Мы учили это в детстве, мы этого уже не помним. Еще в начальных классах, наверное. И сейчас мы освежаем это в памяти. Причем с такими эффектами. Это очень классно, это очень здорово. Здание и проекционное устройство, которое называется планетарией, уже десятилетия неизменны. Этих условий достаточно, чтобы оторваться от Земли. Помогает путешествовать во Вселенной и сферические фильмы. 3D-кино – современный тренд. Но главный козырь планетария – проекция карты ночного неба. Очень давно был, еще даже в школьное время. Поэтому сейчас пока не могу сказать, знаю, что здесь было переоборудование, хочу посмотреть. Знания очень красиво представленные, которые что-то оставляют внутри. И хочется сюда вернуться. Сейчас в белорусском планетарии звезд с неба не хватает. Но денег, которые сами зарабатывают, хватает даже для дальнейшего развития. В программе неземных развлечений вскоре появится еще одно. Вновь откроется мини-обсерватория. Евгений Пустовой, Иван Боровой, телекомпания СТВ.